Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости на моем канале! Наконец-то я дома! Приехала я вчера, было просто прелесть, когда я домой приехала, и я могла целовать свой пол здесь серьезно, потому что я так устала от чужой комнаты, от чужой кровати, все было чужое, и сейчас вот серьезно, как все-таки хорошо быть дома, вы не представляете это. Я вот говорю, тогда я уже думала, что, наверное, мы приедем домой и знаем, что здесь намного лучше, чем где-нибудь. Вообще, как проходили последние дни, я скажу, после того, как мой муж приезжал одну неделю туда всего лишь, я была три недели там, была я в городе Больтен, ну деревушка Больтенхаген называется эта деревушка, там в основном две больших клиники и маленькие, маленькая местность, там снимать только ничего не было. В первом видео или втором я вам уже показывала все, поэтому снимать там толком вообще ничего не было, кроме как море или сходив вот этот поселок, можно было сходить там мороженое поесть, ну снимать толком и не было отчего. Ну вот, мой муж приезжал во вторую неделю и в полную неделю с нами оставался, конечно, это была большая помощь по поводу, что мне не приходилось детей отдавать в детский садик, он забирал их после обеда, я утром и давала в детский садик, потому что у них утром еще там терапии проходили в детском садике, и после обеда он забирал их, мне не приходилось после обеда я ходила сама на терапию, не приходилось мне их еще раз давать. И еще Лилечка до последнего дня плакала, не хотела она туда. Мой сын с удовольствием ходил, так как у него были друзья, и из-за этого он с удовольствием ходил туда. И как вообще прошло еще? Все хорошо было. Единственное, что, скажем, терапии были не на тебя поставлены полностью. Просто был ответ мне под конец, кстати, за короны. У нас сейчас все идет, сокращенные все планы, сокращенные рабочие. Получается, у них там где-то 5 человек, которые ведут курсы. И эти 5 людей, получается, работают как Папа Карло там. Если один, кстати, у меня очень много терапии. Сейчас как раз у нас мусор забирают перед дверью, пищит. Вот, ну, короче, последние дни все почти курсы у меня, которые были, все стерли, даже массажи все. За 2 недели у меня массажов не было, потому что у них один терапевт делает массажи, и этот терапевт, конечно, и заболел короной. По поводу короны там была такая сложная ситуация, потому что, как, если кто-то попадется, что он позитивно подтестовал себя, да, то его запирают на целую неделю в комнате с ребенком. Ну, вы можете представить, в комнате с ребенком заперти, и ребенок в этой комнате, он выть начнет после 2 дней. Это и поэтому, из-за этого, что в этой ситуации все могут себе представить, что это не сладко будет. Поэтому все люди, которые, наверное, себя тестовали позитивно, они не сообщали это. И это было все на произвол, и каждый себя должен сам был тестовать, и никто не спрашивал, даже никто ничего, и поэтому люди, конечно, не отвечали. Под конец все терапевты, почти все были коронены, при коронене у них 5 терапевтов, и там остались только, может, 2, которые за всех опинываются, все курсы делают, и под конец уже почти терапии не было. Под конец был врач, у меня спрашивал, ну, как у вас прошло кур, вам вообще помогло? Суть моей куры была, по идее, укрепить мышцы и укрепить мышцы спины, и, конечно, было прописано много массажа, у меня за все 3 недели только один раз массаж был. Я врачу сказала, что я могу ответить вам, у меня за 3 недели один раз массаж, и что мне спину подкрепить, никто ничего не делал, только плечи подкрутить или что-нибудь там, расслабление идет, терапия, расслабление. Короче, я сказала, что толку в этой терапии у ваших нету, потому что здесь не хватает очень много тренировок, которые дадут маму те мышцы, которые нужны маму всем. Там не хватало мотивации, тренинг это называется, это когда делают позитивный настрой людям, которые могут, вот особенно мамочкам, это очень нужно, что позитивно настроиться, потому что вот я видела прям при маме, кто с детьми как обращается, так и дети с мамами обращаются. По поводу воспитания у нас были лекции, по поводу воспитания у меня вообще никаких проблем не было. Я считаю, что мои дети меня любят, и в эти три недели мы даже больше как-то дружнее вместе сдружились, все вместе как-то компашка была такая, друг другу помогали, мой сын мне во всем помогал, так как здесь он вообще ничего не делает, но сейчас я попытаюсь его приучить, чтобы он дальше мне помогал. Он, я поначалу бегала с столы, там нужно было самим убирать столы, убирать и помыть стол, короче, самим все. Я сначала бегала, всем поставила поесть, чтобы потом все брала с собой, убирала, уносила. Ну, короче, бегала больше, чем ела. А вот конец, я уже сидела за столом, мой сын все убирал, я, конечно, потом стол сама протерла, а он утащил всю эту еду лишнюю, выкинул, все рассортировал, где надо выкинуть, где надо тарелочку поставить, он уже под конец это все знал. Они вместе, чтобы не сидеть не скучно за столом, они просто ходили уже убирали сами. Молодцы мои детки, они мне помогают насчет воспитания, у меня супер, потому что я заметила, что если с своим ребенком вежливо общаешься, если что-то неправильно сделай, ему вежливо объяснишь, то он в сложной ситуации, он не будет психически на тебя реагировать. Видела очень часто, мамаш психованно на детей реагировали, аж зверски бывало. И понятно, что ребенок в критической ситуации тоже зверско реагирует, так как дети, они учатся у родителей. Как вы с детьми, так и они будут с вами. Вот сто процентов. И вот это я в эти три недели это видела, как если мать вот такая была вся, и дети были такие же, и было сложно, конечно, всем. Видно, кто не справлялся с детьми, а кто, конечно, уже опыт имеет в этом. Я по поводу... Конечно, тяжело было с Лилечкой. Лилечка просто маленькая. Она для этого... Вот для курорта она для... Три недели с мамой курорт съездить. С мамой, конечно, тяжелее. А вот с детьми, которые меньше пяти лет, я скажу. Курорт, если я еще раз бы в курорт поехала, мне нужно, чтобы Лиле где-то было... Лучше шесть. Лучше шесть, тогда уже у них все свои группы есть, где не нужно тебе никакие группы плюс ходить с ними вместе, чтобы они имели дополнительный спорт или дополнительное плавание. От шести лет уже идет отдельное плавание от родителей. И там, конечно, плюс. Насчет плавания. Мой сынок за эти три недели научился плавать. Вот так. Он уже умел потихоньку плавал. Так, знаете, ну... Он буквально побаивался снимать свои надувные подушки по рукам. И потом... А там был... Мы очень часто ходили в бассейн этот. Я записывала все свободные моменты, где были возможные. Я ходила с ними в бассейн. Соседка выхлапывает свои вещи там. Тоже шум. Здесь тоже шума хватает, да? Ну вот. Он... Там был такой бассейн, где он мог стоять по пояс, да? И он себя чувствовал, что я ему снимала эти... И он чувствовал себя хорошо. И там мы учились. И я говорю, давай попробуй. С одного угла до другого. С одного до другого. И он учился, учился, учился. И последние два-три дня я говорю, пойдем в большой бассейн. Ты увидишь, что получится. Он в большом бассейне досюда мог стоять. И вот в той местности, где он так мог стоять, он попытался и убедился сам, что ему не нужны эти подушки больше. Он умеет и так. И буквально долго мы туда-сюда плавали. Теперь он уверенно плавает. Это уже большой плюс, конечно. Что если что-то случится на озере или где-то он сам себя может вытянуть из воды. Ну вот, хорошо, он крепко плавает. И мы даже перегонки плавали. Молодец. Вот. Что я скажу. Если курорт ехать обязательно с шести лет, тогда и есть свобода для мамы. Вот Лелечка в таком возрасте, у нее период такой, называется, трехлетний цикл. Трехлетний этот кризис. Но и она, конечно, психует здесь, психует, да. И, слава богу, она более-менее успевала как-то засыпать везде. И если она уставала сильно, она засыпала быстро в коляске. Эта коляска меня спасала. Но, честно говорю, просто по ее возрасту я лучше не ехать в таком возрасте. Ну вот. Будет, конечно, сложиваться. Очень много родителей уехали с двумя-тремя детьми. Они уехали раньше времени, потому что им, конечно, тяжело было. Ну, тяжело, конечно. И вот сейчас я приехала, вчера я такой день был такой, как будто все с меня спало. Вот я четыре часа сюда ехала, три часа езды. Этот день, сейчас мы пробки простояли. Приехала, в первую очередь, что я сделала? Сварила плов. Все захотели плов, но уже давно мы не ели что-нибудь такое домашненькое. Дети соскучились по рису. Еда была катастрофальная, потому что было всего лишь два блюда. Мы, родители, могли из двух блюд выбирать, какое мы хотим, мясное, рыбное или вегетарианское. А детям было всегда, всегда одно блюдо, в основном мясное, рыбное. И это так очень… И в основном к нему была картошка. Всегда картошка. И как только сделают вегетарианскую лапшу с какими-то овощами, то это невозможно было детям получить. Мы с родителями в последнее время уже на них чуть ли не напали на кухню. Я говорю, что вы что, просто сварите детям лапшу, просто с маслом хотя бы, просто простую лапшу с маслом. Дети уже терпеть эту картошку не могут. Те детки, которые не едят соус или мясо или еще что-нибудь, они днями ели картошку с маслом. Ну, конечно, я часто давала возможности им в обед. У нас обед в 11 был, они перекусывали чем смогли, там салатиком или еще что-нибудь. Ну, вот картошка эта с маслом. После обеда, конечно, мы вечером не ели там уже в столовой, потому что был хлеб. В основном немцы вечером едят хлеб, сыр, нарезка какая-нибудь и все, сухомятина. Знаете, иногда был салат, слава богу, но и тоже свежий салат вечером редкость была. Было в основном все такое маринованное вечером. И я очень часто с детьми ходила вечером или в рыбный ресторан, где мы рыбку кушали, и детки хорошо кушали рыбные изделия или помысл тоже. Ну, этот, картошку жареную было тоже. Или в пиццерию ходили, где дети могли нормально что-нибудь поесть, то, что вот детям нравится. Вот насчет этой еды, поэтому много килограмм я не потеряла, всего лишь 2 килограмма. Намного, что мне помогло, это плавание, регулярно плавала, и из-за этого у меня мышцы, конечно, подкрепились чуть-чуть. И поэтому, наверное, я 2 килограмма потеряла, это немного 2 килограмма. Но сегодня я уже бегала. Первое, что я сделала, закинула все грязные вещи в машинку и бегала сейчас. Вот сейчас я после душа с вами разговариваю. Нет, какие планы у меня сейчас? Я подкреплю к этому видео еще все последние дни, где мы были. Мы ездили на корабле, да, маленького острова, там пару лебедей было, что там были, пару этих комаранов или, не знаю, короче, птиц озерных этих. И там хотели увидеть морских котиков, но их там нету. Единственное, что один, который плавал там в воде, мы засняли слегка. Ну, просто прекрасную погоду снимали, пару дней еще на пляже провели. И, в основном, больше я не снимала, потому что просмотров на эти видео были очень маленькие и нет было смысла. Планы на следующие дни. У меня, конечно, стирки в полную горы. Уже я начала вчера все стирать, сегодня стираю, завтра буду стирать. Короче, очень много стирать надо. Скорее всего, буду задумываться. В конце года мы уже обговорили эту тему. Мы все-таки купим сушильную машину, потому что, конечно, будет этот процесс сушильной будет, конечно, скорее. Там я сушила в сушилке на машине. Я скажу, вещи слегка садятся при сушилке, но надо смотреть, какие вещи сушить, а какие можно и повешать. Но в зимние месяца сушилка, конечно, мне будет помощь, потому что внизу все-таки сохнет намного дольше, если летом сейчас вывесить, за полдня уже сухое. А вот, слава богу, хорошая погода помогает, конечно, сейчас очень много белья, папа, стирать надо. Вчера я приехала, поменяла уже все постельное, хотя я перед отъездом меняла уже постельное. А сейчас я еще раз поменяла, потому что все равно мне пришлось свои подушки менять, которые я с собой брала. И все равно поменяла тогда все постельное. Вчера весь второй этаж уже успела пропылесосить все углы, все от пыли убрать. Там, где мы спали, здесь еще надо на первом этаже быстренько пропылесосить. Но мой муж старался и держался чистенько. Здесь, я скажу, все солидно и все хорошо. Никаких сюрпризов мне не было приготовлено. Слава богу, насчет этого. Что еще? Планы. Сейчас я еду закупаться. Надо продукты купить. Буквально что-то толком нету сейчас дома. Есть то, что мой муж еще последние дни засеел. Хлеба вообще нету. Надо посмотреть, что я куплю и обязательно вам покажу. Пару посылок последние дни мне пришли, которые я заказывала через интернет. Обязательно вам покажу, какие у меня планы, какие интересные посылочки я заказала. Это все, которое сейчас первые дни дома я вам обязательно в следующем видео покажу. А сегодня вы увидите только последние дни нашей поездки. Большое спасибо, что вы терпеливо ждали на моем канале, когда будет следующее видео. Я не снимала, потому что, во-первых, не было снимать ничего. Интернет очень слабый был. На комнатах у нас интернета вообще не было. И снимать толком нечего было. И просмотров на эти видео очень многого не было, что именно нужно было выставлять каким-то видео. Поэтому, дорогие друзья, спасибо большое, что вы все равно остались со мной. Что вы ждали меня. Что вы уже беспокоились. Что моя мама уже мне сказала, что вы ее уже спрашиваете, как у меня дела. Все хорошо у меня было. Отдохнуть я не отдохнула. Я думаю, сейчас вот эти первые дни дома я, скорее всего, с этой стиркой, с домашними делами больше отдохну, чем там с двумя детьми. Намного сейчас, конечно, будет легче. И спорт. Сейчас я вот именно планы, то, что я там регулярно спорт делала. Я дальше хочу делать спорт. Так как вот именно привести себе форму после того, как я три года себя забросила, скорее всего, нужно, чтобы прийти в форму тоже три года назад. Ну, короче, мало будем болтать. До следующего раза. До следующего видео. Попытаюсь выставлять видео очень регулярно сейчас, дорогие друзья. Ну, пока-пока. До следующего раза. Я хотела вам показать, что мои детки за эти пару дней здесь, за три недели здесь, что они тут мастерили. Покажу сейчас, что они здесь сделали. Собираем вот эту одну кучу, потом все вместе кучи заберем домой. Некоторые вещи здесь оставим. Вот эти рисунки. Мы специально, это стоит спасибо. Оставим здесь, которые убираются в комнатах каждый день. И девчонкам эти мы оставим вот эти листочки, лилечки на ручке и микины. Такие совки. Сов наделали. Потом мы вместе ходили рисовать на кружок рисования. Здесь такая деревянная подкладка была такая специальная. И вон полпатруль, полпатруль собачку сделал. Мика выбрал себе. Можно было выбирать любую картинку там. А лилечка себе киску выбрала. Вот мы киску разрисовывали. Все специально такими кисточками. Я помогала, конечно. Она сначала всю киску эту серую нарисовала полностью. Серую мне пришлось потом отдельно от нее еще ходить туда специально и сверху еще после того, как оно высохло, еще красками работать. Она буквально эту киску полностью серую сделала. Ну вот. Лилечка тоже в садике вон сделала такую открыточку. Сделала здесь, смотрите, ручку свою. С блесками они работают. Мика делал такое, называется, Лёхтурм в Германии. Рисовал, сам вырезал. Видите, сам вырезал. Сто процентов, ну что, криво вырезал. Ну, молодец. Лилечка вату клепила. Она сделала такую овечку. Мика делала такого октопуса из бумаги туалетной. Вот, видите, да? Лилечка делала такую медузу сделала. Квада. Называется квада. Дети, кстати, на пляже очень много собирают. Что еще? Мика лепила из пластилина. Потом они его в печке сушили. Как-то специально такой пластилин. Сделала такую вот подвесочку себе. Лилечка вон делала из песка. Видно, не видно? Из песка песок с блесками мешанной. Клеили они такого. Видите? Сами клеили. Перышко. Вот, что еще? Микушка. У меня сделала такую из ракушки. Тоже разрисовала ее. Они потом приклеили ножки к ней и глазки. И получился такой маленький рак. Потом мы ходили на специальный такой день, где все можно было лепить и делать, что хотите. Делали детки все вот такие себе браслетики. Потом Мика тоже сделал в садике себе такую кепочку. Тоже сам лепил, клеил. Лилечка сделала такую коробочку. Вот, наклеила ее всякими. И в коробочке они положили подарок родителям. Такую ракушку. И такую ракушечку. И все, они должны были это разукрасить. И положили сюда, как подарок, подарочку. Уже размяли, конечно, помяли уже, потому что играются с этими вещами. Так, вот это мы делали вместе. Видите, когда день был, тут песок внутри. Из шариков такие мячики. Здесь Лилечка почти на самом начале лепила себе такую рыбку. Очень много интересных таких вещей они делали. Так, здесь мы, это Мика тоже Бюлли Перлин делал. Это гладит вот такие пластмасски. Мика делал. Что еще здесь? Ну, вот это мы сами делали тоже вместе. Значки разрисовывали. Мика, я написала здесь Лилечкина. Лилия. А это мы сделали две в подарок, когда мы поедем домой. И мы подарим это в детский садик Лилечкина. Это детский садик подарок для воспитательниц, которые всегда в основном возле них была. Здесь рисунки. Лилия любит свою Эльзу. Рисовала, вот сама она разукрашивала это все синеньким разрисовывала. Также здесь собачек этих разрисовывала тоже. Видите, как рисует он еще. Мика уже аккуратнее рисовала, но она еще не очень. Вот эти вещи тоже рисуют. Лошадь. Лошадь, наверное, здесь старалась. Она старалась так синюю сделать. Почему синюю? Потому что вот именно это из мультика этого. Холодное сердце все синее. И вот она любит этот цвет. Сейчас синенький. Это Микушка разрисовывала первый день. Здесь Лилечка тоже красиво рисовала. Что еще у нас есть? Ну, это Мико. Я не помню, говорит, Мико нарисовал кошку. Ну, вот, есть он. Там еще рисунок полный. Стол. За эти две недели, три недели, что они здесь у нас крепились, состряпали. Ну, вот так, дорогие друзья. Вот такая у нас рукодельная семья. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok